Это сирена. Громкие ЧП за неделю, страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Огонь попутал. Частный дом на Форштадте вспыхнул, как спичка. Адрес – пепелище. Спаслась ли семья на страшном пожаре? Лоб в лоб на Минской. В результате ДТП обоим транспортным свистам были обречены механические повреждения. Фура влетела в легковушку на оживленной трассе. Кто виноват в ДТП? Стриптиз в кустах. Пьяный дебошир разбил дверь в бар. А патрульный экипаж встретил, в чем мать родила. Две промиллы позора. Чем закончился кураж под градусом? И дизель мимо кассы. Сотрудники депо сливали топливо прямо с поезда. Колонка в гараже. Кого теперь заправят подозреваемые? Мы начинаем. В Бобруйске благодаря пожарному извещателю спасено три человека. Звонок на пульт МЧС поступил рано утром 16 марта. На другом конце провода сообщили. Горит жилой дом по улице Крестьянской. К моменту прибытия огнеборцев уже вовсю полыхала кровля. Усилиями спасателей пожар был ликвидирован. В результате огнем повреждена крыша и перекрытие в доме. Пострадавших нет. По словам хозяев, они проснулись от звука сработавших АПИ. Выйдя из комнаты, обнаружили. Плавится и дымится потолок возле водяного котла. МЧС, в свою очередь, напоминает о важности извещателей. В случае даже минимального задымления они повестят громким сигналом и тем самым спасут не только ваше имущество, но и жизнь. Весна – время обновления, пора рассвета. Но славится она не только этим. Именно на весну приходится массовый пал травы. И это при том, что ни для кого не секрет – поджоги сухой растительности – одна из главных причин лесных и торфяных пожаров, уничтожения экосистем, а также гибели людей. На днях в Бобруйске и районе зафиксировано несколько таких эпизодов о рисках и последствиях. Карина Гуревич. Тамара Озаренок с ужасом вспоминает вечер вторника. Отдохнув на даче, женщина отправилась в город вместе с пожилой мамой, хозяйкой участка. Спустя всего несколько часов звонок от соседки. В деревне горит трава, и огонь уже вот-вот перекинется на дом и сарай. Она говорит, а у тебя хата горит? Ну, я как-то вот, не знаю, шок, не шок, не шок. Я просто подумала, что может что-то я не дослы... Ну, как-то вот, потом сразу же приехала. Ну, вот приехала уже тут в таком. Пожар в Доманово поставил на уши весь поселок. Большинство домов здесь дачные. Многие приезжают только отдохнуть и не проживают постоянно. Поэтому и о ЧП узнали слишком поздно. Спасателей вызвал прохожий. Местные в шоке. Чудо, что огонь не дошел до других построек, и никто не пострадал. Говорят, виноват пьющий сосед. Это уже не первая его выходка. Еще вчера здесь был летний домик и несколько хозпостроек. Сейчас угли, битое стекло и остатки шифера. Но уборку мусора и восстановление всего сгоревшего уйдет не один месяц. В тот же день пал травы стал еще одной причиной чужой беды. В Панкратовичах горели сараи. Один из жителей собрал мусор и старые ветки, а затем разжег костер за забором участка. Когда мужчина спохватился, огонь уже бушевал по деревне. Спасатели не дали пламени распространиться на другие хозпостройки. В результате повреждено имущество данных двух сараев. Спасено три сарая и жилой дом, которые находились вблизи данного очага. Пострадавших нет. Прохладная погода не мешает людям уже проводить генеральную уборку на своих приусадебных участках. Зачастую пренебрегая советами спасателей. Мусор, трава, порой дело доходит даже до пластика и резины. Горят сами и сжигают все на своем пути. Такую чистку не пожелаешь никому. Гори оно огнем. Ежегодно из-за несанкционированных палов травы гибнут десятки людей. И эта цифра растет из года в год. МЧС в шоке. Местные разводят руками. А где еще полить траву? Ведь самое удобное место как раз в поле, недалеко от дорог. Весенние палы наносят серьезный урон окружающей среде. Нельзя сжигать изделия из пластика и резины. Окрашенные куски дерева, старую мебель. Эти материалы выделяют опасные для здоровья вещества и губят природу. Плюс такие чистки в неустановленных местах грозят штрафом до 960 рублей. Рассчитывается площадь погибшей растительности, умножается на таксу и лицу виновному в совершении административного правонарушения предъявляется вред. Ну, размер вреда, почему и в окружающей среде. Многие думают, что делают какую-то пользу. Там погибают клещи, это элемент благоустройства. То есть не надо косить, выгорело, все хорошо, ровно и красиво. Но на самом деле в процессе горения погибает значительная часть насекомых. Целый, скажем так, мелкий мир умирает, который обитает непосредственно в этой трейдере. Только с начала года в Могилевской области произошло свыше 20 пожаров сухой растительности. Статистика показывает, абсолютное большинство таких возгораний происходит по вине людей. И лишь в 10% из-за природных явлений. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Сирена. Проявил невнимательность. В понедельник в Бобруйске фура влетела в легковушку. ДТП произошло около 9 утра на повороте шины на Минскую. Водитель «Мерседес» вовремя не заметил «Тойоту» и врезался. В результате ДТП обоим транспортным свествам были причины механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает о повышенном внимании на дороге. Беспечность то и дело становится причиной аварии. В Могилевской области за прошедшие выходные почти 1300 нарушений ПДД. Самые частые – нетрезвое вождение и отсутствие прав. Сливали на ходу. На днях в Октябрьском был задержан 39-летний местный житель. Во время обыска в багажнике его машины были обнаружены 8 канистр с дизельным топливом. В гараже у мужчины было найдено много пустых и наполненных канистр. 200-литровые бочки, шланги и лейки. В ходе проверки стал известен круг лиц и масштаб хищения. Солярку воровали с грузового поезда. Пятеро машинистов в депо, двое из которых – бобруйчане, при помощи жителя горпоселка Октябрьский. По ходу движения локомотива наполняли канистры, а затем сбрасывали их в определенном месте. Позже на машине их собирали, а впоследствии продавали. Таким способом с июля месяца 2021 года группой было похищено более 14 тонн солярки. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело. Не пустят в дверь войду в окно, бобруйчанин поругался с администрацией бара и в отместку начал крушить все, что попадалось под руку. 30-летний местный житель после бурной ночи в одном из ресторанов что-то не поделил с сотрудниками ночного заведения. И чтобы выместить злость, разбил входную дверь, а после скрылся. В свою очередь администрация бара не стала церемониться и воспользовалась тревожной кнопкой. Спустя несколько минут на место прибыл экипаж бобруйского отдела охраны. Группа задержания по горячим следам разыскала хулигана. Полуголого подозреваемого обнаружили недалеко от места происшествия. Мужчина ранее уже был судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело, дебоширу грозит до 6 лет лишения свободы. В конце недели в Бобруйске был задержан микроавтобус под управлением 42-летнего жителя Минской области. Водитель перевозил более полутора тонн лома без документов. Металл на общую сумму более 500 рублей изъят. Известно, мужчина собранный лом привез в город для сдачи в пункт приема. Водитель привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф до 100 базовых, а это 3200 рублей. 13 марта Веслоним наблюдал необычную картину. По каналу Гогинского неспешно плыл Volkswagen Passat. При этом автомобиль все больше и больше погружался в воду. Причина до банального проста. Водитель Volkswagen припарковал авто на берегу канала и не затянул ручник. Пока владелец отлучился, машина скатилась в воду и поплыла. О случившемся местные жители тут же сообщили в МЧС. Спасатели смогли работать с автомобилем лишь в тот момент, когда он практически утонул и зацепился за дно. Только после этого получилось зафиксировать машину страховочным тросом, а затем и вытянуть его на берег с помощью МАЗа. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Продолжение следует...